Нападение на полицейского это тяжкое преступление во всем мире. Так на вчерашнее столкновение возле Верховной Рады отреагировал президент. Сегодня он побывал в больнице, куда попали пострадавшие нацгвардейцы и полицейские. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Перелом ключицы, черепно-мозговые травмы. Большинство из тех полицейских, которые вчера были возле Верховной Рады, оказались на больничной койке. Вчера мирные протесты возле парламента закончились столкновением. К митингующим на площади присоединилась группа радикально настроенных людей. Попытались поджечь шины. Полицейские потушили огонь. После этого в них полетели камни и коктейли Молотова. Девять человек задержали на трое суток, и они находятся сейчас в одном из столичных райотделов полиции. Будут ли им предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на правоохранителей, решит прокуратура. Открыто уже два криминальные проведения. Одна за частью 2 ст. 345 Криминального кодекса, и другая за частью 4 ст. 296 Криминального кодекса. Это хулиганство. Я думаю, что в ближайшее время будет вынуждена и установлена ступень правильного каждого из них. Принадлежат ли эти люди какой-то конкретной общественной организации или политической силе, в нацполиции не уточняют. Для национальной полиции неважно, если эти люди приехали из Витки, из Захидной Украины, из Схидной Украины, из Донецка, из Тернополя. Эти люди вчера порушили грубо-громедский порядок, и наражающие тем самым на небезопасность не только присутствующих под будинком парламента. Дело о нападении на полицейских на контроле у руководителей силовых структур. Премьер Владимир Гройсман назвал нападавших на копов провокаторами и поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отреагировать на это. Это чьи сыны? Это чьи сыны? Это чьи родственники? Это, в конце концов, ребята, которые идут служить и защищать, а не тиснуть на бизнес. И мы, как общество, должны защитить их. Я считаю, что, Арсен Борисович, мы должны начать серьезный наступ на эту вакханалию. В крае нужно поставить крапку в этом беззаконии. О недопустимости нападений на правоохранителей заявил сегодня и президент. Он посетил пострадавших силовиков в госпитале. Порошенко поблагодарил полицейских за достойное исполнение обязанностей. Ирина Баглай, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер.